В Витязево всю весну полным ходом шло строительство нового водовода. Строительно-монтажные работы сопровождались перекрытием улиц и разрытиями. Глава Анапы от подрядчика требовал соблюдения сроков и полного восстановления нарушенного благоустройства. Ход работ по поручению главы курорта контролировал руководитель муниципального предприятия Анапа-Водоканал. Происходит строительство водопровода диаметром 560 мм по федеральной программе от автодороги Анапа-Керчь до Жемчужины России. На данный этап здесь улица Светлая заканчивается работой. Сейчас пройдет опрессовка и будет происходить полное благоустройство территории. В данный момент в восстановлении дорожного полотна задействовано более 10 единиц тяжелой техники. Около 20 сотрудников дорожной службы высокими темпами ведут укладку асфальта. Уже заасфальтировано кольцо на Южном проспекте, полностью уложили новое покрытие по улице Летняя. Начались работы на Горького. Для жителей села это стало настоящим подарком. Они получили не только бесперебойную подачу воды, но и полноценную дорогу, отвечающую всем стандартам. Спасибо администрации и всем за то, что они все-таки сделали нам. Самое главное, что после себя наводят порядок, асфальтируют. И я думаю, жители будут благодарны. Еще раз хочу сказать спасибо всем рабочим, которые здесь работали. Тем людям, кто заказал водоканалу, подрядчику. Всем, которые здесь работали, за то, что они сделали. К новой дороге нужны и восстановленные тротуары. Сегодня на планерном совещании Сергей Павлович дал соответствующее поручение. В короткие сроки благоустроить пешеходную зону. Сегодня нам минимальное правоустройство, чтобы люди там не скакали по дороге, а ходили по тротуару. Это и все. Зайдем на центральную группу. Последнее, в общем, сейчас зеленый строй там тоже будет. На круг, да. Это наша зона ответственности. Ежедневно замглавы Анжелика Бузунова выезжает в Витязево для контроля над ходом благоустроительных работ.